Ваши предки происходят из Германии, правильно? Ну это не совсем так, но мой дедушка приехал из Германии мальчиком, да, это правда. Во Франции благополучно жила фамилия Лефирк, которая на их несчастье была гугенотами, а не католиками. И когда пошло гонение на гугенотов, они бежали из Франции в Германию. Я сел в Манхайме, и вот собственно оттуда идет уже непосредственный род. Один из моих прапрадедов решил стать доктором, и чтобы стать более известным, он добавил к своей фамилии окончание латинское, окончание «ус», чтобы быть как Нострадамус, Корнелиус и так далее, знаете, чтобы это латинское звучание было. И вот отсюда пошла фамилия Лефиркус. А сама французская фамилия имеет конкретный смысл? Лефирк никогда не задумывался над этим вопросом, честно говоря. И мой дед, он всю жизнь мечтал стать морским офицером, и его дядя, который получил позицию в Академии наук в Петербурге, в конце 13-го, или в середине 13-го года, он взял племянника с собой, и они приехали в Петербург. Но тут случилась Первая мировая война, революция, и дед стал морским офицером, но советским. И погиб он в 42-м году, воюя на Балтике против немецкого флота. Он был морской офицером, он был на торпедных катерах, был командир дивизиона торпедных катеров. И был очень серьезно ранен, некоторое время болел, и в госпитале он умер. Вы тоже поступали в военно-морское училище? Если бы вы поступили, вы бы сейчас были морским офицером? Ну, наверное, да. Наверное, я уже не был бы морским офицером, потому что я бы уже домилизовался, или как это называется, вышел на пенсию, потому что век военного достаточно короток. Но вот не случилось, я не стал морским офицером. Не приняли меня. А вы после этого увлеклись музыкой? Ну, я вам должен сказать такую вещь, что это произошло совершенно спонтанно как бы. У нас была замечательная учительница английского языка, которая с мужем проработала много очень лет в Англии, в Лондоне. И когда она вернулась из Англии, она поступила к нам в школу учить детей английскому языку. И это был самый любимый наш предмет. И на этих уроках мы очень много пели песен, русских и английских песен на английском языке. И однажды Цицилия Михайловна, так звали эту учительницу, она пригласила мою бабушку, которая заведовала моим обучением, моим воспитанием, пригласила в школу. Мы сели в класс какой-то, и она мне сказала «пой». И после этого Цицилия Михайловна сказала моей бабушке, «вашего мальчика надо учить пению». Вот с этого, собственно, началось. Но это был класс, наверное, шестой. Красивая история, особенно потому, что Цицилия же покровительница музыки. Она вас так направила. Вы начинали как бас. Это потому, что ваш тембр сразу не распознали, или он поменялся? Нет, вы знаете, голоса, они имеют, так сказать, свойство меняться. И очень много значит, каким голосом ты пел до поступления в консерваторию, потому что до поступления в консерваторию меня привели в хор университета. Я никогда не был студентом университета, но это был знаменитый хор. И одна из наших знакомых, знакомая нашей семьи, она пела там, она уже закончила университет, пела в этом хоре. И однажды она сказала, «А пойдем-ка я тебя поведу в хор прослушаться». Я пришел, и был принят, и спел. Меня посадили во вторые басы, что, так сказать, по хоровой градации, это действительно настоящие басы, хотя потом Григорий Моисеевич Сандлер, хормейстер этого хора, он меня пересадил в первые басы. Но, тем не менее, когда я стал заниматься с Марией Михайловной Матвеевой, мой первый вокальный педагог, она сначала повела меня как баса-контанту, то есть высокий бас. И когда я поступал в консерваторию, я пел басовый репертуар на экзамене. И пришел как бас, действительно, пришел как бас в класс, и примерно через месяц мой педагог Юрий Александрович Барсов, он сказал, «Ты знаешь, а ведь ты не бас, ты баритон». И стал меня вести как баритона. И заканчивал я уже консерваторию как лирический баритон. Но годы идут, и, конечно, сейчас мне уже легче что-то пониже, может быть, связки уже не так выносливы, как нужно. Ну, наверное, это судьба многих. Если взять, например, Пласяда Доминго, тот откровенно ушел в баритоны. И надо сказать, что делает он это замечательно, и звучит как настоящий баритон сейчас. И я думаю, что никакого криминала в том, что мне удобнее какие-то более спокойные, низкие партии, это нормально, никакого криминала в этом нет. Вот про возраст. Я читал одно ваше интервью 90-х годов, где вы говорите, что спад у баритона начинается в 55. Вам тогда еще было 48. Оказалось ли это правдой? И сразу второй вопрос. Правда ли, что мужчинам, оперным певцам, вообще академическим певцам проще продлить свой век на сцене, чем женщинам? Ну, это зависит, это зависит, во-первых, от того, насколько человек сильный, насколько человек здоровый, насколько, потому что певец должен быть очень здоровым человеком, не только физически, но и ментально. Никаких глюков в голове не должно быть. Все должно быть просто и понятно. Если мы говорим о разнице между мужчинами и женщинами, то я могу вам привести пример. Елена Васильевна Бразцова пропела до глубокой старости, так сказать, и практически она не пела, может быть, последние полгода. Ирина Петровна Богачева, которая скончалась совсем недавно, потеряли эту певицу, к сожалению, она пела, и голос у нее был свежий и легко льющийся до самых последних дней ее жизни. Так что говорить о том, что у женщины более короткий век, это зависит от многих причин. Во-первых, это зависит от того, насколько у вас хорошая вокальная школа. Второе, это хорошие мозги. Потому что человек должен четко воспринимать, что он может в данный момент, и от чего ему нужно освобождаться и не петь какие-то вещи, которые могут навредить. Это касается и молодых певцов, и певцов среднего поколения, и пожилого. Дело все в том, что нельзя перескакивать так же, как в йоге, нельзя перескакивать через какую-то ступень, потому что это приведет к печальным последствиям. Тоже так же точно. Молодой певец, даже у него, если огромное количество сил, возможностей, и ему предлагают спеть какую-то драматическую партию, нельзя этого делать. Нельзя. Человек должен обрасти опытом, навыками. И только тогда, постепенно, постепенно, постепенно осваивать уже более драматический репертуар. Я имею в виду даже, так сказать, не тесситуру, вокальную тесситуру, а характер. Что заложено в характере данного героя. Потому что я очень хорошо помню, когда я на конкурс имени Шумана, я готовился на этот конкурс и взял песни Странсовича подмастерья. И один из моих педагогов, у меня было два педагога в консерватории, Юрий Александрович Барсов по вокальный класс и Сергей Николаевич Шапошников, народный артист, он вел камерный класс. И когда я сказал Сергею Николаевичу, что я взял Малера, песни Странсовича подмастерья, он сказал, ни в коем случае. Я говорю, почему? Ну я могу, я все, я все пою. Он говорит, дело не в том, что ты выпиваешь это. У тебя еще нету здесь ничего. Ты не настрадался, ты не потерял еще то, что ты должен потерять, чтобы петь, чтобы наполнить смыслом этот вокальный цикл. И когда я получил, я был упрямый, я поехал на конкурс, получил вторую премию, приехал, и с гордостью сказал, Сергей Николаевич, вот видите, вот я получил. Он говорит, вижу, вставайте, вот теперь мы будем делать Малера. И он был прав сто тысяч раз, потому что нельзя, должен что-то пережить. Твое все существо должно быть наполнено и какими-то позитивными вещами, радостью, счастьем, любовью. И одновременно, одновременно, вот этот вот горечь переживаний, горечь потери, то ли близкого человека, то ли какого-то момента, что ты не осознал, ты его упустил, и он уже не вернется, этот момент в твою жизнь не придет. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Есть такая поговорка. И вот именно это должно накапливаться накапливаться у вокалиста. И постепенно, постепенно, постепенно человек приходит к драматическому репертуару. И последнее, что, так сказать, что здесь вот в этом списке фигурирует, это, конечно, кто-то, кто должен быть рядом с вокалистом, рядом с певцом. Это может быть и педагог, который после окончания консерватории, он все равно следит за тем, как развивается его ученик. Это может быть концертмейстер, с которым вокалист, молодой певец делает какие-то сольные программы. И потому что этот человек может со стороны оценить, как получается, как не получается, и что не получается. Это может быть агент или импресарио. Но прежде всего сам певец должен быть очень умным человеком. Могу привести один пример. Аня Нетребко, замечательная сопрано. Замечательная сопрано. Она в свое время поняла, что она не имеет права покидать нишу легкого сопрано до тех пор, пока она не почувствует, что она может сделать что-то другое. И она максимально эту нишу использовала. То есть это говорит об уме, человеческом уме. Вот все эти вещи, они влияют на долголетие, на вокальное долголетие. Возвращаясь к вам, все-таки предсказание про 55 лет сбылось или нет? Ну, вы знаете, всегда легче сказать, что вот 55 лет я уже, так сказать, буду готов уйти на покой, уйти на пенсию, но не получается. Вы знаете, полтора года назад мы живем в Португалии и я репетировал 14 симфонию Шостаковича с португальским оркестром и в этом же здании с другим оркестром репетировал Пласидо, который приехал для сольного концерта. И в перерыв мы встретились, так совпало, что был одновременно объявлен перерыв, мы встретились в коридоре, обнялись, расцеловались, наши глаза увлажнились тут же. Он мне говорит, ну, ты как, ты заканчиваешь? Я говорю, нет. Он говорит, и я не могу. Не могу. Я не могу даже подумать о том, что я в один день уйду со сцены. Потому что вот эта магия, этот наркотик, вот сцена, театр, дело не в славе, дело не в аплодисментах, нет. А дело в том, что когда ты попадаешь за кулисы театра или за кулисы концертного зала, или выходишь на сцену концертного зала, что-то в тебе переворачивается. И ты понимаешь, что без этого ты не можешь жить. не можешь. Стоять я не могу, мои колена слабеют. Стоять я не могу, ты не можешь жить. Стоять я не могу, ты не можешь жить. вот к разговору о уме об уме об интеллекте знаете расхожие фразы о том что у хорошего вокалиста череп должен резонировать поэтому чем меньше там содержимого тем лучше с вашей точки зрения вот интеллект вокалисту больше помогает или мешает вы знаете есть вообще помогает конечно если просто отвечать на этот вопрос да интеллект помогает потому что нужно много смотреть нужно много читать нужно много слушать нужно слушать не только то как ты записал ту ту или то или иное произведение и выставил на youtube нет нужно слушать а как другие поют как другие пели чтобы перенимать не просто обезьянничать по звуку вот я помню очень хорошо был такой георг от замечательный великий певец и очень многие молодые певцы просто копировали его или когда на сцене появился муслимагомаев то все стали эти вот эту манеру просто брать и обезьянничать копировать этого нельзя делать я всегда своим студентам когда делаю мастер-классы я всегда им говорю сначала выучите произведение и только потом начните слушать вас есть книжка трудно быть злодеем вот было так успев стольких злодеев как вы ощущаете себя вне сцены как человека повлияли ли все эти погружения в тем в темные души на вашу душу нет понимаете я не могу сказать что я просто как газета правда как раньше говорили нет наверное нет я достаточно сложный человек я вспыльчивый человек я эмоциональный иногда я так сказать захлопываю себя то сказать борюсь сам с собой очень часто это на моих близких так сказать выливается эмоция излишнее даже где-то но я должен сказать такую вещь я очень отходчивый я не вижу никогда зла я могу обижаться но я не буду никогда мстить или это сказать делать какие-то козни строить нет этого нет во мне в общем позитив он преобладает наверно в моей натуре все-таки вот еще один вопрос такой непростой но очень интересный для меня вы были секретарем партбюро в советское время ну да опера да совершенно верно сейчас в основном когда вспоминают такие должности и людей которые занимали обычно говорят ох он там натворил всяких кошмаров и так далее потому что понятно идеология давление сверху и прочее в частности пишут что вот во времена вашего так сказать правление секретарского из театра хотели уволить ирина богачева правда ли это неправда это неправда ирина петровна никогда не было то сказать будем так сказать в опале она всегда она всегда была ведущей звездой и к ней относились очень уважительно и коллеги и руководство театра вы знаете мне безумно повезло в том смысле в том смысле что во всех трех театрах которых я работал это театр музыкальной комедии это малый оперный театр ныне михайловский это кировский ныне мариинский театр во всех трех театрах руководство очень уважительно относилась к солистам к артистам хора артистами манса к балету были конечно какие-то нюансы были конечно какие-то недопонимания размолвки но это скорее касалось больше творческой стороны нежели просто личного взаимоотношения между я не знаю парт организации или театра нет ирина петровна никто никогда не хотела уволить это неправда и я понимаете дело все в том что были были увольнения я уже я не помню написал об этом я в своей книге или нет но я очень хорошо помню что однажды юрий хатуич приехал в москву на какое-то совещание и на этом совещание он узнал что ставки в большом театре а сказать это были равновеликие величины в то время кировский и большой театр но ставки выше чем в кировском театре он пришел министерство и потребовал так сказать а где они ему сказали что а вы знаете вы же у вас те же самые ставки в театре но вы их не платите потому что так сказать руководство театра получает премию за сохранение фондов заработной платы и вы в том числе я очень хорошо помню как он приехал в тот день в театр он влетел в плановый отдел вы вызвал всех на ковер бухгалтерию плановое дело и значит приказал раздать все высшие ставки и потом собрал труппу и сказал значит я сегодня сделал вот такую вещь я потребовал чтобы все высшие ставки были розданы но мы устраиваем банкет для всего театра и вот ту сумму на которую подняли зарплату человек должен положить так сказать для этого банкета и в верхнем буфете тогда был после какого-то спектакля накрыли столы и все весь театр отмечал так сказать вот это событие потому что это было очень серьезное событие я получил тогда прибавку 100 рублей к зарплате я стал получать 500 я получал 400 стал получать 500 рублей это были очень большие деньги в то время потому вы помните что средняя зарплата была 120 в то время тост юрий готовича был тогда а он сказал что в одном коллективе было 50 человек труппы и однажды руководитель поднял зарплату 25 вопрос сколько у него стало недругов ну там стали говорить 25 нет 50 потому что те 25 которым он поднял посчитали что он мало поднял а соответственно те которые которого не поднял не поднял они обидели что он не поднял то есть вещи они были совершенно другими и ценности были другими в театре я очень хорошо помню я трижды встречался в смольном за григория силича романовым по поручению по поручению театра я как солист ездил в смольный или отмазывать так сказать солиста которого не брали в поездку а теперь тимирканов говорит что вот так нужен этот человек я без него не могу ехать на гастроли не могу и я ехал смольный и тогда григория силич давал указание большому дому то есть кгб этого человека так сказать из черного списка перенести в нормальный список чтобы он мог поехать вот или нужно было выбивать какому-то солисту который приехал из другого города его пригласили и была задержка жилплощадь ему обещали квартиру была задержка вы знаете что в ленинграде было очень плохо с квартирами всегда вот я очень хорошо помню я еще плюс тогда был депутатом городского совета и вот я поехал в смольный употребил все свое влияние чтобы этому человеку дали квартиру конце концов ему дали квартиру я счастлив что сказать это случилось потому что были совершенно другие отношения но добавить к этому я могу еще такую вещь мы все знали и очень хорошо умели таскать если найти вот стоит столб идти напролом не надо его нужно просто обойти и вот мы все очень хорошо умели обходить эти неприятные моменты которые могли быть по таскать каким-то причинам в принципе вы занимались этой работой общественной партийной с удовольствием по собственному желанию да вы знаете дело все в том что вообще инициатор инициатор приема меня в кпсс был главный главный режиссер малого театра эмилию генч пасанков который меня вызвал сказал серёжа надо я говорю было какой какой то сказать ну что поменяется моей жизни он будет надо потому что если не ты то кто другой я уже был тогда ведущим солиста малого оперного театра и сказал что поверь наличие партбилета в кармане поможет даже не тебе а поможет другим сделает очень многое поэтому отношение отношения между между партийным руководством или между дирекции театр и солистами однако то встаногов в каком-то интервью сказал что в театре должна быть диктатура художественного руководства но диктатура основанная на колоссальном уважении труппы то есть актера надо уважать и тогда будет все в порядке а 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 обычно русских вокалистов особенно мужчин зовут на запад прежде всего в русском репертуаре у вас насколько я знаю у вас первые все наоборот ангажементы были в зарубежных операх все наоборот как это получилось наверное все таки это зависит от того кто на твоем пути встречается и кто тебе помогает одним из таких человек одним из своих крестных я называю евгений гениченко потому что однажды в разговоре со своим импресарием Робертом слотовером в лондоне тот обмолвился о том что в экскорский фестиваль это фестиваль ежегодный на котором ставятся неизвестные оперы или или забытые оперы или так сказать опера которые нигде не идут нужен баритон для оперы масне гризаледис и евгений евгеньевич он назвал мое имя и Роберт обратился ко мне и вот с тех пор так сказать началась моя зарубежная жизнь и началась именно с французской музыки на французском языке потом пошли другие оперы и маршнер и хумпердинг этих композиторов в россии очень плохо знают вот и поэтому так получилось что первые мои ангажементы они были именно с западной музыкой я так понимаю что после уроков английского оказавшись в лондоне вы уже были как всегда нет нет я начал учиться заново потому что многое понимаете дело все в том что все таки школьная программа она несет в себе некие минусы потому что есть рано утверждало я не знаю как сейчас об образовании давайте лучше не будем говорить потому что это меня расстраивает очень я вам приведу маленький пример мы летели из красноярска летели из красноярска летели в бизнес-классе нам принесли меню я открываю меню и читаю грудка под копченая грудка гуся в мастардовом во фруктовой мастарде на русском на русском языке мастарда во фруктовой мастарде и второе слово которое меня просто шокировало это значит рыба с миксом из овощей это слово сейчас уже распространилось во первых микст а не микс это калька с английского ну а зачем эту кальку зачем эта калька мне напоминает вот эти пресловутые егэ когда накладывается такая сетка и крестики совпадают или нет правильный ответ или нет так что об образовании давайте мы не об обучении в школе мы не будем говорить но дело все в том что программа в те года она несла в себе так сказать некие преференции то что предполагалось понадобится молодому человеку в дальнейшей жизни что абсолютно не соответствует реалиям в которые я попал когда мы приехали в Англию и стали там постоянно жить им пришлось учиться заново учиться английскому языку учиться так сказать как себя вести учиться как платить налоги много-много-много мы же были знаете как в детском саду за нас государство все делало мы не задумывались о том что надо посчитать сколько ты заработал посчитать сколько налог что ты можешь списать с налогов что ты не можешь списать с налогов и так далее и тому подобное мы этого ничего не знали поэтому жизнь на западе она первые годы была очень сложной потому что нужно было учиться всему заново даже отношение между людьми нельзя прийти к своему соседу и попросить пятерку до зарплаты основная причина вашего отъезда экономическая нет не экономическое дело все в том что последние годы моей работы в уже мариинском театре я был просто на договоре который выполнял абсолютно четко скрупулезно приезжая на спектакли которые у меня стояли в афише или это был петербург или это был тот город куда театр выезжал на гастроли вот и так сказать это продолжалось это продолжалось до девяносто четвертого года а в девяносто четвертом году маэстро Гергиев уволил двух баритонов Владимира Чернова и меня с формулировкой за невыполнение так сказать каких-то обязательств не знаю хотя можно было понимаете у меня уже была выработана пенсия я так сказать мог подавать на пенсию потому что 25 лет для певца пенсия по стажу а у Володи Чернова к сожалению даже пенсии не было российской вот и с девяносто четвертого года в общем я полностью на вольных хлебах ну вы видите приезжаю в Москву саутет волкар ситрэ унсаке гэцэнтэс хир раш гэхорч гэс рингэс хир после лондона вы перебрались в португалию это довольно неожиданно для русского человека почему вы решили перебраться в португалию ну вы знаете это случилось в общем спонтанно достаточно дело в том что в Англии стал портится климат элементарно серьезно? да если мы приехали и мой день рождения 4 апреля мы всегда отмечали в саду то последние годы уже про сад нужно было забыть потому что выпадал снег каждую зиму а снег в Англии это национальное бедствие они не готовы к этому у них нет теплых грузовиков где они не умеют водить машины по ледяной дороге и так далее и тому подобное и мы стали думать о том что хорошо бы так сказать или домик или квартирку где-нибудь в теплой стране чтобы можно было и в отпуск уезжать и так сказать и на зиму где-то сбегать если свободен от работы смотрели Испанию смотрели Грецию смотрели Италию чуть не купили кусочек земли в форте деймарме потом приехав туда зимой поняли что это закрытый это только летний курорт так сказать и жизни там зимой нет вообще никакой чуть не купили квартиру в Марбее и слава Богу что не купили потому что жить опять в городе мы не хотели потому что мы привыкли жить на свежем воздухе за городом и попал в 10 лет назад у меня был контракт с театром Сан-Карлош в Лиссабоне и я там встретил свою соученицу по консерватории она флейтистка работала там в театре потом вышла на пенсию преподавала и она нас пригласила пообедать в перерывах между спектаклей мы выехали на океан был конец марта плюс 28 светило солнышко нам принесли показать рыбу которую мы заказали а она еще шевелилась потому что это было выловлено вот утром буквально этого дня никакой мороженой рыбы там нет вот и я посмотрел на свою жену и ее взгляд затуманился я говорю я знаю о чем ты думаешь она говорит ты угадал и по окончании гастроли мы уже с машиной через две недели мы приехали уже покупать или выбирать или квартиру или дом но идея была что купить что-нибудь маленькое оставив оксфордский дом который был очень большим потому что мы как все эти русские родители думали что вот ребенок вырастет женится придет семью родит детей знаете вот я здесь родился я здесь умру знаете как это обычно мы не учли одного что современные молодежь они не нуждаются в каждодневной опеке родительской и предпочитают жить отдельно от родителей если такая возможность существует короче говоря и случайно мы попали в этот дом который мы купили решили за 15 минут приобрести этот дом потому что очень интересный был дом с фонтаном внизу на первом этаже с красивой мраморной лестницей то есть великолепные какие-то португальские азулейжес это руками расписанный кафель очень много там вещей которые сохранились с 19 дом постройки середины 19 века значит очень многое сохранилось и мы решили и купили этот дом продали в оксфорде наш большой дом и переселились в общем в португалию на прощание 3-4 коротких вопросов что вы сейчас читаете что сейчас читаю хороший вопрос сейчас не читаю ничего потому что я сейчас вот эти эти дни эти дни очень-очень много работаю потому что это был фестиваль в Красноярске очень был занят и здесь очень большие репетиции вагнеровские то есть времени просто не остается и сил нет желания сил нет заказал в петербурге в театральной библиотеке заказал историю жизни Луизы Тоди это португальская певица которая жила и работала в России была любимой певицей Екатерины Великой и в городе Ситубол в Португалии названа музыкальная академия в ее честь Луизы Тоди Академии вот о ней о ее жизни и они с мужем написали оперу посвятив ее Екатерине Второй Кого из оперных героев паритональных вы бы хотели видеть своим другом? Хороший вопрос даже не знаю что вам ответить нет там хороших людей нет есть хорошие люди если бы у меня был у меня есть несколько близких друзей послеляции друзей друг близкий друг так сказать это градация знакомый хорошие знакомый это сказать от того как ты общаешься сколько ты общаешься как часто общаешься и так далее но если бы среди моих близких друзей был бы Евгений Онегин например Я бы был более счастливым человеком, потому что я очень люблю этого героя, его честность, откровенность, прямоту. А это, наверное, самые лучшие качества людские, которые могут быть. Когда последний раз вы испытывали художественное потрясение? Художественное потрясение? В смысле музыкальное? Я понимаю, о чем вы говорите. Дайте вспомнить. Ах, художественное потрясение. Вы знаете, я вам отвечу. Это не из оперной музыки, не из театральной жизни. Дело в том, что в Португалии есть искусство, которое называется фаду. Романсы, да? Это романсы, да. Причем это очень близкое к русскому салонному романсу. Это между русским салонным романцем и цыганской песней. И у нас есть друзья, которые владеют в Португалии небольшой гостиницей. Причем, но очень хорошей гостиницей. По высшему классу, это пять звезд, хотя количество номеров очень небольшое. И у них очень часто устраиваются различного сорта эвенты, то есть концерты, какие-то ужины и так далее. И вот буквально в конце лета был на открытом воздухе, была презентация нового шампанского французского, которая, кстати, мне лично не понравилась. Я предпочитаю золотую балку французскому шампанскому. И пела певица, фадистка. Ее имя Кука Розетта. Это вышла очень красивая молодая женщина. А там балкон, он спущен немножко, он низко. Это не второй этаж, это где-то белый этаж, будем так говорить. Внизу под балконом сидел маленький ансамбль, это гитары. А она выступала, пела с балкона. Она запела, и вы знаете, пошли мурашки по коже. Вот это то, что я называю потрясением. Когда ты понимаешь, что вот оно, искусство в чистом виде. Человек просто живет, он поет простую историю. О любви, о потерянной любви. Но даже не понимая, или почти не понимая текста, потому что за 10 лет жизни в Португалии мы, в общем, что-то начали понимать. Даже почти не понимая текста, ты понимаешь, что несет эта песня, что несет в себе это исполнение. Это то, что называется харизмой. Вот эта харизма, оно дает именно потрясение. Последний вопрос. Когда в последний раз вы плакали? Я вам сказал уже, когда мы встретились с Пласида полтора года назад, стариковские слезы, знаете. Спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok